Так, ну что ж, значит, мы на текущий момент, да, на текущий момент, я золотой директор, вы завтра узнаете, что это такое. Сегодня мы говорим только о продажах и только о продукции. Значит, цель какая? С сегодняшнего дня. Значит, у нас есть лестница, карьерная лестница Арифлэй. Состоит она из нескольких ступеней, но я вам расскажу только про первые несколько ступеней, всего их пять. Ну, я вам расскажу про четыре. Так, сегодня даже семь, семь, я расскажу вам про четыре. Итак, первая ступень. Вот сейчас, если вы эту лестницу поймете, вы поймете, что надо делать в Арифлэй, чтобы в России в зарплате. Значит, первая ступень – это консультанты 0,3%. Это тоже вы узнаете, пока вы так тупо записываете, да, а потом вы узнаете, что это такое. Значит, 0,3%. Вот только новичок, когда приходит в Арифлэй, ему нужно сразу научиться некоторым навыкам, да, для того, чтобы уметь зарабатывать деньги. Значит, самый первый навык, который мы приобретаем в Арифлэй, как вы думаете, какой? Чему нужно научиться, то есть, что нужно уметь делать, для того, чтобы заработать первые деньги в Арифлэй? Предлагать, да. То есть, а для того, чтобы предлагать, нужно уметь общаться. То есть, навык коммуникации. Итак, первый навык – коммуникации. Коммуникации. Так, ну и нужно деньги получить, правильно? То есть, значит, еще какой навык должен быть? Чему должны научиться будете сегодня? Другим. Другим словом. Продавать. Давайте, с вами лично своими именами буду знать, да? Продавать. Сюда входят – рекламировать и продвигать. Проходите. Владимир, посмотри. Значит, коммуникация и продажа. Два навыка. Они основные. Значит, и если вы освоите эти навыки, вы сразу выйдете на 3%. Сразу на 3%. И станете лидером для себя. Лидером для себя. Значит, что такое лидер для себя? А вообще, кто такой лидер, девочки? Добившись какого-то у вас определенного успеха. Так, еще. Какие определения есть? Лидер для себя. Идет за собой еще. Первый. Первый, да? Вокруг него люди собираются, да? То есть вокруг лидера обычно интересно всегда. Но вообще я вам скажу одну из отличительных черт лидера. Лидер умеет ставить перед выбором. Или себя перед выбором, да? Или кого-либо другого. Значит, вот на сегодняшний момент, на первой ступени, он ставит себя перед выбором. Или я научусь, да, вот всему этому. И получу, например, первый день из продаж, да? Или я не научусь, но тогда у меня претензий к себе нет, да? Значит, лидер для себя – это человек, который ставит себе определенный порог, да? Ну, например, 3% – это 150 баллов каталог. 150 баллов каталог личных объемов продаж. Личных объемов продаж. Так, про баллы тоже завтра будем поговорить сегодня, только пишите. Завтра вам будет она более понятна. Так, значит, вторая ступенька. Теперь смотрите. Вот у нас есть здесь уже девочки, кто знает, за что еще платят деньги в Арифлейм. Вот вчера у нас была презентация. Кто-то вчера был? Валя была, например, да? Вчера Надя была? Вчера. А, только у тебя же вчера у нас была, да? Значит, у нас есть 3 возможности. Первая – отлично выглядеть, это пользоваться самой личной продукцией, да? Вторая – зарабатывать деньги. И она подразделяется на 3 возможности. Значит, зарабатывать деньги можно экономя, да? То есть покупая для себя в дом подешевле. Второй способ зарабатывать – это продажи. И третий способ зарабатывать – это приглашать других людей, строить свою команду, увеличивая товарооборот. Так вот, смотрите. Для того, чтобы подняться на вторую ступень, а это уже консультант 3,9%, консультант 3,9%, нужно научиться другому навыку. Какому? Уметь приглашать людей. Уметь приглашать людей, да. Этот навык называется рекрутинг, то есть научиться рекрутированию. Что такое рекрутирование? Давайте на русский язык переведем это слово. Что такое рекрутинговая агентство? Что они делают? Набор персонала, да? То есть нужно научиться рекрутировать, приглашать людей в Айфлэй. Но ведь в Айфлэй платят не за то, что вы приглашаете, теперь без населения делаете, а за что? За товарооборот. За товарооборот. Правильно? Вот не платят ни за два высших образования, ни за красивые глаза, ни за ум, да? Ни за красивую фигуру, одежду. Только за товарооборот. Ничего больше не играет роль абсолютно, девочки. Только товарооборот. Для того, чтобы, ну рекрутинг понятно, приглашать это самое простое, девочки. Вообще это проще, чем вы думаете. Следующий этап сложнее. Нужно научиться еще учить делать то, что вы уже сами научились. Согласны? А говорят, легче самой сделать, чем другого научить. Да? Есть такое? Есть. Но это только учителям могут сказать, да нет, я ничего другого научу, но сам не буду. Значит, второй навык, который здесь, спонсирование. Кто такой спонсор? Вот когда вы приходите в Арифлейм, у вас сразу появляется информационный спонсор. То есть это человек, который вас порекомендовал в Арифлейм. Он денег вам не дает, он дает вам информацию. И поэтому называется информационный спонсор. Спонсирование – это значит научить делать то же самое, что уже умеете вы. Еще и называется сопровождение. Спонсирование, другим словом, сопровождение. Значит, и здесь для кого вы лидером становитесь уже? Для каких? Для других. Да? Так и называется. Лидер для других. Это ступень. Лидер для других. Так, это ступень, лидер для других. Вот очень часто на этой ступени девочки застревают. Очень часто. Я сама, когда я закрыла звание золотой директор, я была вот на этой ступени. Но золотым директором, ну вообще, для того, чтобы быть директором, нужно другими навыками обладать. Поэтому я потом рухнула. Потом снова вернулась обратно. Значит, теперь следующая ступень. Третья. Это консультант 12-18%. 12-18%. Значит, когда вы набираете большое количество людей, да, обучаете их. Вот есть какой-то предел. Ну, возможно, например, 5 человек обучить, да? 10, но 20 уже сложно, да? А 100 вообще нереально обучить. Согласны? То есть это постоянно нужно звони, звони там, да? И мы на этой ступени уже начинаем выявлять кого? Лидеров, конечно. Активных людей, кто хочет тоже заработать больше денег. Поэтому основной навык на этой ступени – команда образования. Команду мы строим. На этой ступени мы строим команду для того, чтобы вы могли уже не со всеми… Ведь есть люди, которые приходят на дискорд, да? Они говорят, я только для себя буду покупать, больше меня ничего не интересует. Есть люди, которые говорят, я люблю продавать и продаю. Да, вот у меня 10 лет уже есть люди, которые и себе покупают и продают. Но есть люди, которые говорят, я хочу большего. Я достоин жизни большего. Поэтому мне хочется больше. Как раз вот этих людей мы набираем в команду. Вот мы сейчас как раз набор у нас в команду идет. Потому что одну команду я в сентябре набирала. Через полгода мы выпускное сделали. И у нас вот девочки Надя, Аня и Юля открыли свой офис. Да, то есть вот у нас есть… А набиралось больше народу. Просто вот отсеяли, да, в аналоге половину. Утрое у нас выжили. Сейчас мы новый набор ведем в команду, да? Значит, кто-то тоже вот на лето, да, до осени. А осенью снова новый набор будет. Значит, кто-то из вас останется, кто-то вырастет, а кто-то и не вырастет. И как бы это ваш выбор. И вы сами выбираете, что вам удобнее. Команда образования. Кем становится лидер здесь? Для кого он уже лидер? Лидер для команды, да? Так и называется. Лидер команды. Лидер команды. Так, четвертая ступенька. Старший менеджер. Директор. Старший менеджер. Директор. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто имеет свою основную работу? Есть такие? Есть. Поднимите руки, кто видел, чтобы директор мыл полы. Надя, где видел? Значит, плохой директор. То есть директор полы не моет по определению, да? Он не должен, если он настоящий директор, он не должен мыть полы. Вот у нас, например, я полы не мою, у меня моет муж. Ну, я шучу, конечно, да? Значит, ну, у нас сейчас уборщица моет, да? А раньше все время муж не хотел доплачивать, да? Ничего не помню, да? Я говорю, не хочешь доплачивать, можешь сам. Ну, выбор делал, да? Значит, теперь, основной навык, когда мы кому-то что-то поручаем. Как называется? Директор сам ничего не должен делать, только для удовольствия. Да, вот я сейчас школу провожу, ну, мне нравится. Я могу дома лежать, там, да, например, болеть. Но я, знаете, когда на работу прихожу, стараюсь в здоровье. Вы видели, я кашляла как-то, да? Я как только начала работать, сразу у меня выздоровела. Телегирование. Лидер организации. Лидер организации. Значит, это уже лидер организации в целом. Там дальше есть еще ступени. Мы сейчас их не будем рассматривать. Нам этого пока достаточно. Значит, сегодня день мы изучаем вот эти ступени, вот эти навыки. То есть мы будем изучать навык коммуникации и продаж. А еще здесь можно, если добавить навык, какой? Знание продукции, да, то есть добывание информации. Есть тоже такой навык, нужно научиться добывать информацию. Значит, и завтра мы изучаем вот эту ступень, навык рекрутирования. То есть у нас есть три ступени. Три ступени. Так называемые, знаете, вот вы на работе работаете, у вас должностная обязанность есть? Есть, да? А у нас есть функциональные уровни в Арифле. Значит, мы сейчас находимся на первом функциональном уровне. Вы все находитесь, да? Наша задача по итогам этого, этой школы, этой академии, в течение шести недель перейти на второй функциональный уровень. Вот вы сегодня заплатили по 300 рублей. Заплатили, да? Значит, это деньги, которые вы сейчас вкладываете в себя, в свое образование. Но вы их можете получить обратно. У нас есть такая фишка и условия. Если вы в течение шести недель, ну, то есть в течение двух последующих каталогов выходите на второй функциональный уровень, это 12%, ну, то есть вот уже второй, ну, эти, да? То есть на второй уровень считается у нас 12%, то мы вам возвращаем 300 рублей обратно. Это значит, что вы отработали тот материал, который мы с вами будем два дня изучать. И время заря не потратили. Но если за шесть недель не вышли, ну, только 300 рублей потеряли и все эти транспорты записали. Но потом, может быть, кто-то выйдет за 9 недель, да? Кто-то за 12, а кто-то, может, и за 24, а кто-то и за 2 года. То есть у всех темпы разные. Мы от вас не требуем, что вы должны, да? Вы сами выбираете. Хотите – растите, двигайтесь. Не хотите – ну, на нет и сюда нет. Значит, понятно, да, что мы будем делать? Значит, наша задача – научиться двум навыкам сегодня вот этим, и завтра вот этим навыкам целую зиму будем учиться. Ну, теперь смотрите, девочки, поднимаясь по лестнице успеха, нужно все время, поднимаясь на следующую ступень, частично отказываться от предыдущих навыков. Знаете почему? Вот если возьмем кружку, да, я в нее налью воды. Вот представьте, вот кружка здесь пустая. Здесь я налила в нее вот эти знания, коммуникации, продажи, да, и вы начинаете выполнять определенные действия. Скажите, я долить что-нибудь могу туда, если она полная? Нет. Сначала что мне нужно сделать? Часть вылить. Вот вы сейчас пустые сосуды, да, представьте, что он пустой кушин. Сегодня мы в вас будем наливать вот эти вот знания, навыки именно по этой теме. Значит, для того, чтобы перейти на следующую ступень, нужно частично от этих знаний будет отказаться и навыков. Почему? Потому что у вас времени не будет все делать. Вот часто бывает, у нас консультанты есть, которые работают на продаже. Много лет. Вообще много лет, да? А не переходя вот на этот уровень, хотя это очень просто, это нужно просто всех клиентов своих зарегистрировать. Вот есть клиенты, которые покупают по ценам каталога. Почему бы им не сказать, что можно покупать дешевле? Согласны? Товарооборот будет увеличиваться. Как вы думаете, почему они этого не делают? Почему они не отказываются от навыка продаж, чтобы на эту ступень не перейти? Здесь денег больше платят? Боятся, что там не получится. Ну, боятся, что там не получится еще. Какие есть варианты? Забыть лидером для себя. Хотя, ну, в принципе, они здесь и являются лидером для себя, и уже и для других лидерами являются. Их уже другие признали лидерами. Так. Как вы думаете, почему боятся? Давайте быстро работаем, да? Какие мысли есть, вы говорите. Пусть даже она неправильно, ничего страшного. Она нам удивляет. Я инквиенса. Правильно. Понимаете, вот иногда бывает. Приходит консультант, хочет зарегистрировать клиента, приводит, а у него в глазах такое сожаление, что вот, ой, сейчас вот он его зарегистрирует, и у него заказов не будет. Согласны? Согласны. Есть такое у вас? Ну, например, страх, да? У кого-то есть, я думаю, что есть. И он даже был. И у меня он был, девочки, тоже. Просто я исполнительный человек. На первом этапе нужно просто тупо делать, чего говорит спонсор. Не надо анализировать. Не надо голову включать. Зачем это надо? Сказано, значит, идти клиентов искать. Надо идти клиентов. Надо спросить, сколько. Да? Сколько искать. Сказано клиентов всех зарегистрировать. Не надо думать. Надо просто сделать то, что говорит спонсор. Потому что он уже прошел этот путь, и он знает, что нужно делать. Понятен принцип? Понятен. Вопросы есть по этой схеме? Понятно, чем мы заниматься будем? Понятно, да? Ну что ж, сейчас я это убираю. И мы с вами поговорим.